Я хочу обратиться ко всем людям, которых облучают. Вы стараетесь позвонить нам в наш комитет, но дело все в том, что ваши звонки мы никуда не можем отправить. А чтобы как-то подействовать на наше правительство, значит, вы должны у себя пройти следующую процедуру. Вы должны обратиться в ГУВД вашего города или области, в прокуратуру области или города. И ответы их тогда прислать к нам в наш комитет. Значит, мы можем чем вам помочь? Сделать сопроводительное письмо к вашим документам и отправить их или в Генеральную прокуратуру, или прямо к Колокольцеву. Дело все в том, что сколько мы не пытаемся, чтобы Колокольцев, то есть МВД, открывало уголовные дела по факту применения к мирным гражданам излучающего оружия, мы не можем этого сделать. Обращались уже к Путину. Администрация президента пока молчит. Она отписывается тем, что этим должна заниматься МВД России. Но МВД России не занимается этим. Как заставить их, не знаем. Значит, сейчас мы решили обратиться в ООН с этой проблемой. Но просмотрев их сайт, мы поняли, что сначала решили, что в декабре месяце мы туда поедем. Но в декабре месяце не получается. У них в программе нет прав человека и нет ссылки на это оружие. Тогда, значит, решили мы им задать вопрос, когда это будет. Написали, пока ответа не получили. Обращались в посольство Швейцарии, где расположена Организация Одединенных Наций. Нам пришел ответ по электронной почте. Они дали ссылку на сайт ООН. Но там мы тоже ничего не нашли. Как только мы выясним, всю информацию мы вывешиваем всегда на нашем сайте. Значит, что мы еще решили? Значит, к нам обращаются люди из Белоруссии, Украины. Значит, выходите на наш сайт и смотрите. Всю информацию мы выкладываем на нашем сайте. Для того, чтобы выступить в ООН, там нужно зарегистрироваться. Как зарегистрироваться? Тоже смотрите на сайте у нас. Все будет выставлено. Значит, чем можем? Мы помогаем людям. Но чем мы можем помочь? Мы общественная организация, которой не очень-то прислушивается. Почему? Потому что это оружие очень выгодное всех правительствах мира. Почему? Да потому что с помощью этого оружия можно манипулировать людьми. Ему у нас проводятся демонстрации. Выходят люди, празднуют победу. Победу над кем? Над Германией. Ну, что такое Германия? Она создавала контрационные лагеря. При Сталине у нас тоже в Советском Союзе были контрационные лагеря. А сейчас эти лагеря перенесли в квартиры. Тихо и спокойно. Никто не делает замеры в квартирах граждан. Никто не может помочь нашим гражданам. Они не знают, к кому обращаться. И обращаются в общественный комитет, который, собственно говоря, не располагает. Мы не Путин и не силовая структура. Мы единственное, чем можем помочь, взять ваши документы, составить сопроводиловку и отправить. Либо в Генеральную прокуратуру ваши документы, либо, значит, Колокольцево. Я еще раз повторяю. Если вы хотите получить какую-то помощь, сначала обратитесь к вашим местным властям. А потом уже напишите нам. Причем вы напишите заявление на наш комитет и приложите все эти документы. Мы делаем все, что можем. Но силы у нас не равны, конечно. Вы понимаете, против нас применяют, против членов нашего комитета применяют все, что можно. И химия, и всякие виды излучений. И вплоть до того, что я выставлю вот свои эти самые фотографии, как мне на даче уничтожают деревья. То есть они работают руками зомби. Они зомбируют людей, а потом ими манипулируют. И вы знаете, вот мы тоже убедились, что не сами они делают. Они именно делают все гадости, что можно делать, они делают чужими руками. Лазают по квартирам, воруют вещи, ценные, неценные. Если не ценные, они их перепачкают химией. Перевернутся. Если они лежали у вас на одном месте, то они окажутся совсем на другом месте. И чтобы найти какую-то вещь, вы тратите какое-то время. Вы нервничаете. А это им на руку. Значит, старайтесь, чтобы меньше заходили в ваши квартиры. Не знаю, как это сделать. Потому что, ну как мне сказали, значит, квартира, сигнализация, встречается практически с лестничной площадки. У них есть целые отделы по замкам. Значит, к любому замку они подберут ключ. И все равно старайтесь, чтобы поменьше входили в ваши квартиры. Таким образом вы спасете свое здоровье и как-то продлите свою жизнь. Потому что эти излучения, почему, собственно говоря, мы не говорим, как защищаться. Потому что у них стоит набор генераторов. Это СВЧ, это низкочастотные генераторы, это генераторы инфразвука и ультразвука. От всех этих видов излучения существуют разные виды защиты. Если от СВЧ вы можете на горячую голову или там ногу, что вас жгут, положить мокрую тряпку, и это пройдет, то от ультразвука нужна поверхность более такая мягкая, чтобы она не проходила. Значит, ультразвук они устанавливают на батареях. Почему, собственно говоря, взрываются подъезды? Они говорят, что там кто-то не выключил газ или еще что-то, хотят свернуть на жителя какой-то квартиры. Ничего подобного. Они устанавливают на трубах, где проходит вода, ультразвуковые генераторы. Они проходят трубы газовые. Газовые трубы дают трещину. Газ скапливается. При зажигании газа получается этот взрыв. И, собственно говоря, оказывается, виноват житель этой квартиры, а ничего подобного. Виноваты это те, кто ставит на трубах эти ультразвуковые излучатели. Ну, что мы можем, то делаем. То есть мы только можем дать информацию людям. Защитить мы вас никак не можем. Мы это писали и генеральному прокуратуре Чайки. Что мы не силовая структура. Вы, так сказать, можете проверить полицию. Но вы этого не делаете. Почему? Мы не знаем. Мы не против, чтобы, собственно, Чайка оставался на своем месте. Но, пожалуйста, работайте. Не уничтожайте наш народ и нашу страну. Все. Спасибо за внимание.